С 8 ноября QR-код стал своеобразным пропуском в открывшиеся торговые центры, магазины площадью свыше 150 квадратных метров, кинотеатры, театры, библиотеки, музеи. Без него теперь не попадешься и в салоны красоты, парикмахерские, объекты спорта, которые тоже заработали сразу после так называемых кавикул. После снятия ограничений это новшество коснется посещения организации общественного питания, а также бань, саун, аквапарков. Нововведение прописано в обновленном указе губернатора Ульяновской области. Введение QR-кодов у нас впервые в истории Ульяновской области. Мы понимаем, что неоднозначно к этому относятся люди. Кто-то поддерживает горячо, кто-то без эмоций относится, кто и против. Но понимаем, что в первую очередь за этим стоит безопасность людей. Напомним, QR-код можно получить на сайте госуслуги, предъявлять как на электронных устройствах, так и на бумажном носителе. В формате, позволяющем сканировать его камеры смартфона или планшета. Но у кого возникли проблемы с получением QR-кода, есть иной выход из ситуации. Кроме того, можно пойти и взять справку, если ты, допустим, или переболел, или ты вакцинировался в учреждении здравоохранения, справку установленного образца. У нас в указе предусмотрено, ты со справкой идешь, справку показываешь, документ удостоверяющий личность или его копию. А вот на несовершеннолетних это правило не распространяется. Посещать вышеназванные объекты они могут только в сопровождении родителей или иных законных представителей. Правда, за исключением парикмахерских, музеев, библиотек, организаций общественного питания. В указе подчеркивается, что проведение концертных мероприятий на объектах культуры, оказание услуг кинотеатрами и театрами, фитнес-центрами, бассейнами, спа-салонами, боулинг-клубами, возможно, в период с 6.00 до 23.00. Зарегистрировать брак также можно, но без гостей. Как отметил Алексей Преображенский, все ограничения будут действовать до тех пор, пока не стабилизируется в регионе эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции.